всем здорова с вами всем здорова с вами батек давно мы не снимали такие видео где я оператор вот почему я сейчас оператор потому что эдвин сидит и изучает программирование ты не закрывай покажи что там делаешь он короче изучает python это язык программирования ему два года нужно учить но тебе до 2 года короче это каждый из вас кто 8 тире там 11 класс вы можете бесплатно на госуслугах подать заявку на бесплатно обучение на программиста там есть разные варианты вы должны родителям сказать они заходят к себе в госуслуги и там государство бесплатно предоставляет возможность обучения подаете заявку выбираете на кого вы хотите там есть разные направления эдвин выбрал что медвент какой вариант создание алгоритм да но это какой язык чё язык программирование выбрал python а работаю инструментом визу визуал студию код какой-то у тебя уже урок сейчас короче мы снимаем на память на будущее с чего эдвин начинает и чтобы в будущем он сам посмотрел насколько ему было сложно начинать и потом к чему он вообще придет через два года в общем в госуслугах подаете заявку государство это все дело одобряет но если вы школьник если у вас все в порядке с документами там выбираете разные варианты мы выбрали институт в москве с энергия называется это международная ну в общем-то много очень программистов все максимально круто выпускает серьезных программистов получается это научиться сейчас в институте при этом тебе сколько лет какой класс что-то как ну 15 завтра будет 16 12 февраля до завтра днюховая 2 до вас 9 получается а учишься где дома объясни как его семейное обучение заводчиками короче дистанционно обучаюсь не хожу в школу обучает он через компьютер вот и помимо этого школа называется она муратова но обучающие за школе и помимо обучение в обычной школе еще вот записался получается от госуслуг на программиста обучение за программистом и короче выбрал путь направлении его создания алгоритмов там много вариантов есть но пока это что базу понять в общем там в течение двух лет обучения курсы идут блоками и там эдвин то что чуть-чуть поздно туда попал ему сейчас нужно догонять тех кто уже начали курс до 30 ноября начали 2022 а это ну сейчас надо за 10 дней весь 2022 год выучить самостоятельно через видео уроки составить вот эти все коды отправить на проверку и там получается куратор должен подтвердить что эдвин понял все это сделал можешь открыть к вот именно список вот как выглядит у них школа нет сама школа просто для показать домашнюю работу вот пятерка до эдвин отправил открой сам этот список уроков от обучения старт или учебный план или вот но открой повыше повыше просто вот так получается вот у него вот этот модуль вот введение в профессию курс поэтому базовые примеры циклы строки списке множество словарей функции стартировка двумерные списки рекурсия оп классы объекты антация что-то тут они уже создают игру вторая часть по созданию игре решаем делаем практику подводим итоги и итоговую аттестацию нужно сдать аттестация сдается там дается 40 минут и эдвин должен эту аттестацию за 40 минут сдать там из 100 баллов хотя бы минимум что-то да что такое было минимум 50 баллов вот это они учили год а эдвин ты каком на каком уроке сейчас ты третий урок вот эти два ты сдал до получается 1 сдал получил пятерку вторую ты отправил оценки нету но ты уже отправил решение этот сделано этим прописал код отправил программирование и теперь третье у него задание вот и сегодня что-то изучал циклы строки списке и вот это уже заканчиваешь а начал ты учиться вчера до позавчера вчера 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 какое число там 11 февраля 1 10 февраля начал учиться сегодня 11 второй день там же есть дата то что отправил ты урок что там придумывает а там же по дате написано когда ты отправил 10 числа ты отправил вчера получается и ты сейчас заканчиваешь закончил да все третий урок вот так выглядит сама вот эта платформа по программированию это здесь прописывает коды покажи где-нибудь что там например вписываешь допустим трудно будет короче но условно здесь мне нужно сделать ну вот знаешь что за три урока что ты вообще понял по программированию твое ощущение насколько это сложно или несложно что там вообще ты понял узнал что-то новенько я вот теперь умеет три алгоритма за все три урока вот первый алгоритм который написал это я сделал короче я прописал код которые создают бланк то есть например вылазит бланк там укажите ваше имя фамилия возраст вот это все кодами написал чтобы он это спросил у человека который будет это можно использовать когда вы создаете какое-то приложение например открываете приложение приложение вам говорить впишите как вас зовут сколько вам лет да вот эта фигня у эдвина есть сохранки всех выполненных вот работ которую он делает вот у него например прописал код ты сохранил вообще вон он грузит эдвин может не то сохранка вот ну да ну как раз другое это это короче я делал такой калькулятор который может считать площади фигур вот здесь короче ну так могу условно объяснить сайт 1 это число которое пользователь напишет вот int это вычисление input input это вставить короче в эту строчку точно вставлять строчку напишите сторону вашего квадрата вот вопрос напишите в сторону потом он пишет цифру сайт 1 но я написал например 4 и int это вычисление потом получается после того как он быть вычислил он принт печатает слова вот эти вот площадь твоего квадрата вашего квадрата равна и он сам вот вычислять вот это вот сайт 1 на сайт 1 то есть 4 умножить на 4 16 и получается площадь вашего квадрата 16 это конечно с прямоугольник это тебя первый урок был до 2 2 получается первый урок ты сделал вот это а вот твой первый урок да мы сейчас на примере показать его запускаю вот вот вылазит видите да у него спрашивают вот вопросе он не сразу считает и говоришь 16 напишите сторону прямоугольника например 5 и 5 вот и вылезло решение сразу все правильное решение вот этот код эдвин сам вручную написал вот эти все штуки он прописывал изучал посмотрел урок прописал сначала программа давала ошибки он не понимал что он не делать не так в итоге вы должны сделать все правильно при нажатии внизу появляется вот этот запрос вы отвечаете терминал и в терминале должно все сработать если сработало то вы выполнили задание урок завершён вот это отправляете куратору и он вам ставит оценку вот сделаю ошибку в коде я не знаю вообще даже что тут все делали штучка две точки надо убрать две точки ставишь и чё убрала ничего не красного нету типа одна такая большая ошибка и ты думаешь сидишь паришься одна , одна штука до точку поставить все ошибка и уже может не работать так ну вот смотри эдвин ты есть получается три урока первые три урока в твоей жизни ты касаешься программирования python правильно первый урок ты вот это научился второй урок ты калькулятор сделал третий урок сейчас ты что делал чтобы короче вот что мог написать буквы и всегда в рандомном порядке и цифра также вот то есть я пишу где это можно применить в жизни в каких-то программах или приложениях это где встречаются ты встречал сам такую штуку а это рандомная тебе чтобы выдавали какие-то штуки как код до рандомную он выдает нам рандомные какие-то буквы и цифры вот и сделал программу чтобы программы выдавала рандомные цифры и символы но это можно использовать использовать когда ты рандомные коды хочешь получить типа пароль какой-то придумать эти нажимаете рандомно выдается какой-то пароль и ты его используешь получается эта программа там использую можно так а еще вспомнил в контакте бывает когда ты резко спамишь короче тебя проверят боты или не боты там рандомные буквы нужно ввести чтобы потрясать не будут вот эту вот такие вещи это вот прописывают в программе используя вот этот код потом этот код берется ставится в платформу которую используется например там в контакте или еще какая-то любая и эта система начинает так работать да если какая-то ошибка дело программиста найти ошибку исправить чтобы все работало если произошел какой-то сбой суть короче в этом программирование что он должен знать язык программирования ставить все грамотно правильно потом исправлять это все дело да ну чтобы исправить надо понимать да видеть видеть как программист три урока эдвин ты прошел за два дня это сейчас насколько время там да может быть вечером еще один урок сделаешь сейчас у нас знаете что проблема в том что нас поджимает нам сказали что так как эдвин поступил чуть позже мы про это не знали что там можно так учиться нам сказали до 21 февраля у эдвина получается 9-10 дней там ему нужно итоговую аттестацию сдать за первый блок открой сколько блоков учить там вот этот и он самостоятельно это все быстро изучает а потом чтобы уже в ногу со временем с другими он учился модурика они модуль 1 вот где старт где там вот это 9 уроков это год изучали эдвин должен за 10 дней выучить а там уже они продолжают учить басик да они на басик это короче уже мы игру будем делать конкретно ты в этом уже игру будешь делать начало а тут начало полностью будет посвящена игре ты на седьмом там каком-то уроке уже будешь создавать игру да вот какой на седьмом и восьмом уроке ты должен уже создать какую-то игру круто же блин офигеть просто ты даже сейчас уже можешь программировать вот эти вещи даже когда сейчас где-то регистрируешься ты уже понимаешь да в мозге у тебя как это сделано правильно офигеть вообще круто а это уже игру создавать а потом там очень много всего есть я смог составить рандомный букву всего этот теперь я могу наложить например тот код который спрашивает что-то у тебя чтоб ты написал я могу написать например здесь типа видите 5 рандомных вот и вот сочетает если есть такие буквы и человек вел то верификация пройдена в принципе может сделать а это видишь вот этот в длину можно код потом составлять да вот те же учит по частям а потом это воедино собирается и получается какое-то приложение сайт можно создавать там но какие-то штуки в основном это какие-то приложения хотя на третьем модуле там паренек сказал что мы будем подписать создавать веб-сайт уже не спать на будем работать короче три урока вот так эдину а как процесс то мы когда подали заявку нам позвонил менеджер с этого института девушка объяснила как что скинула на почту ссылку на сайт где эдвин должен был пройти тест тест очень серьезные сразу скажу если вы по жизни вообще дебил то можете в это вообще не лезть потому что фиг вы чего там пройдете вот в принципе тест эдвин прошел самостоятельно я тут чуть-чуть ему там что-то пытался подсказать это больше наверное это мне подсказывал чем я ему и там сколько-то 30 чем-то вопросов до 30 вопросов на которые нужно ответить и отправляете и если вы на этот тест ответили вот только после этого 8 вообще возьмут в эту школу не ответите все до свидания никто вас никуда не берет какие вопросы были примерно мне что это вообще такое было и 2 что те хотели то есть короче на больше психологию был там самый такой важный вопрос он которым я с папой рассуждал это короче если ты найдешь в этом как его мелочную ошибку ты будешь делать ее сейчас я вспомню как правильную вот есть большое предложение ой большой код а да там будет большая ошибка ты будешь в общем решать или по мелочам будешь разбирать да вот это я из-за того что как не программист сказал типа ну я возьму в общем и буду решать а вот я сейчас полный и в общем что ты тут сделаешь вот в этом вопросе я как раз и двину подсказал я вспомнил единственное где я этому подсказал короче вопрос чем заключался там просто на логику да они проверяют твой айкью насколько ты вообще сообразительные сможешь решать насколько ты сможешь запоминать вот эти все коды да вот просто потому что много же подростков ну вообще это далеки от этого даже не захотят это запоминать это очень сложно по идее штука и там вопрос задают если у вас сложная задача вы эту задачу решаете одним разом одним махом или все таки разделите большую задачу на мелкий и поэтапно каждую будете решать и этом хотел ответить я решу большую задачу но он такой типа как пацан тебе да я все решу но я говорю эдвин тут вопрос для программистов как ты все можешь решить если у тебя целый программа список ты же должен каждый пунктик посмотреть поэтапно и вот в этот момент эдвин со мной кстати не согласился а теперь понял да что я хотел сказать теперь чем был прикол то что ты должен каждую штучку тут нельзя прямо разом вам и все решить тут может быть вопрос какой-то мелкой вещи потом были еще на сообразительность до всякие вопросы на логику давали там список слов и говорили какое из этих одно слово не в тему вообще ну типа можем могли такое написать машина колесо бензин птичка птичка вот что из этого лишняя вот и есть может человек вообще не 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 может да вот добывать такие люди если такое ты сразу у тебя и ты горжет конечно птичка потому что машина с колесом и с бензином это как бы в связке аптечка там вообще не в тему следующим вопросом еще до это запутан как ты сейчас сказал про машину колесо бензин и птичка только там были типа что лишние например код алгоритм командная строка или же джава скрипт джава скрипт джава скрипт да и вот ты должен был отправить джава скрипт потому что он работает только по веб-сайтам для создания да и и там до программе вопросы из программирования мира программиста есть до поверхностной конечно но даже если ты это не знаешь но это уже пипец будет это это сложно да потом нужно было высчитывать определенные вещи быстро короче логику проверяли на сообразительность насколько ты тупой и вообще можешь ли фантазию включить и на то что мелкие задачи решать да вот на насколько ты стабильный человек я так скажу я сейчас вот над этим кодом что не соврать на часа два точно точно не ну тебе же надо было у еще урок смотреть до 30 уходит на урок и еще также полтора часа уходит можно даже чуть больше было написать код и сделать чтобы он работал да покажи как выглядит вебинар вот здесь эдвин смотрит урок как она выглядит список короче вот этих уроков открываете там вот вебинар эдвин этот вебинар выводит сюда да на этот компьютер перекидывает вот например идет вебинар и здесь учитель ему рассказывает каждую штучку типа что он делает зачем как это работает что куда установить и все такое а потом вам нужно вот это сделать вот в этой же программе вот все что он покажет по сделает вот нажмет и вы должны также сделать нажать и все должно работать вот его код но при этом эдвина код отличается но он рабочий у меня значит он пишет вот это фразу и объяснять что это видеть количество клиентов например объясняет как этот код взаимодействует а мне нужно уже сделать все ходы что все друг другу взаимодействовать он просто объясняет что вот эта штучка да он просто пример приводит потом говорит надо сделать и потом где задание у тебя написано само задание это здесь объясняет учитель как это работает здесь есть само домашнее задание вот вам показывает за описание и что от вас вообще хотят вот вы должны это посмотреть понять что от вас хотят вот даже я сейчас смотрю я ничего вообще не понимаю что тут о чем идет вообще речь так вот поверхностно как бы если сейчас внедрюсь но мне не хочется короче сильно внедряться это пусть этим внедряется до берете саму задачу и в этом терминале саму задачу решаете потом эту решенную задачу можно сохранять до получается на компьютер и каждый раз можно каждую из задачу так вот открыть и посмотреть вот что вот у эдвина есть сейчас как решебники же есть до готовое решение которую эдвин сделал вот так это третий урок и эдвину надо успеть еще до 21 числа сделать еще целый список прикиньте если он это сможет сделать но в принципе три урока он уже за полтора дня можно сказать сделал а люди это должны там в течение года учить короче пишешь введите цифру например я же этот таблицами умножения посмотри в таблице умножения всего ты показываешь что ты делаешь короче в таблице умножения всего вроде на 10 в конце умножается мне попросили на 12 так как это объяснить то в общем здесь я пишу вот эта строчка отвечает просто видите цифру вот которую цифру я веду он сразу вот им тоже считывает потом считает их умножает на 10 строчек то есть умножить на 1 умножить на 2 вот и выдает потом все эти умножения вот короче например видите цифру я хочу таблицу на 5 поехали он выдает все умножения нифига 6 прикольно вот а я могу сделать например а если бы у меня был квантовый компьютер я бы здесь написал триллионы и он бы смотри тысячи сможешь посчитать так но если бедный компьютер что посчитает то смотрит он считал смотри больше охренеть насколько какой максимальный сможет терминал офигеть наверно сейчас от цифр таких офигеть вообще смотри как летят цифры обалдеть это кстати еще от компьютера зависит да ну как можно сейчас компьютер грузит cp да у тебя сильно грузит cp где он там показывает нету здесь я тут надо будет потом посмотреть или это просто там терминал смотри сколько считает умеет но это вычислительно получается те техника гарантируют вычисления вот это и делает производят ну вот вот теперь ты помнишь такое компьютеры битные и которые будут квантовые вот битный компьютер вот так вот будет считать 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 это же все вот время идет а квантовый у тебя уже ты нажал он уже все те просто ответ говорит до этого смотри а ты прикинь если здесь больше написать это он тебя до конца жизни будет вычислять до короче вот процесс учебы задание смотрит вебинар в терминале решает задачу потом это отправляет учителю куратору куратор отдает дает оценку все эти девять уроков проходят как только сейчас он это закончит это должен перейти сдавать аттестацию аттестация суд дается 40 минут быстро даются вопросы быстро ты должен выбирать ответы и если он сдаст эту аттестацию то он будет учиться следующие два года в этом институте если не сможет сдать эту аттестацию то они нам говорят до свидания ребята вы не способны вот так вот так что короче на первом этапе у них есть первое тестирование они вас проверят сразу чтобы понять насколько вы способны потом второй этап тоже вас проверят вот если вы пробьете эти две стены тогда добро пожаловать вот в институт на обучение вот часто и отправляешь ответ или ты отправил уже четвертый урок делаешь так ты третий сделал что ли я забыл как можно забыть и просто сидел делал бланк а я делал кулькуля кулькулятор и а это отдельный урок был калькулятор что еще а треугольники какие-то площадь треугольники и рандомный сейчас 4 это 4 урок у тебя да откроет тогда получается за четвертый сейчас отправишь все хорошо вот это те трое множество у тебя остается раз два три 4 нифига себе вот это я думаю тебе надо будет за эти пару дней сделать за завтра даже сегодня завтра а потом приступить к созданию игры ну и потом сдашь аттестацию и потом снимем ролик покажем насколько у этого получилось аттестацию сдать если он ее сдать то все он уже официально кстати принят в институт мы отправили документы подписали договора это достаточно дорого стоит в если вы в живую идете в этот институт учиться а через госуслуги бесплатно еще раз напомню всем бесплатно все через госуслуги государство оплачивает это с восьмого по одиннадцатый класс кто учится вы можете подать заявку где бы вы не жили в россии граждане россии подавайте бесплатно учитесь на программистов халява блин ну два года целых да вот и даже вот четыре урока сделал и теперь вопрос за четыре урока насколько поменялось твое понимание что такое программист отношение к программированию и насколько это прям мощно мощно сложно я не знаю но для тебя лично может для кого-то очень сложно будет ты как ожидал и насколько это было сложно короче во первых я ожидал что будет в принципе легко понять но для меня лично понять я бы не сказал что прямо очень трудно но трудно вот так скажу но в некоторых моментах пипец как трудно вот а почему ты ожидал что будет легко ну и оказался программирование это так типа нефиг делать не просто прикол в том то что тут короче когда я вебинар смотрю они разговаривают уже как программисты а я даже вот например вот это слово не могу понять а он говорит вера рубл короче и дальше продолжает а я бы хотел спросить что такое что она означает и приходится иногда будет гуглить самому понять что это такое вот и этот ну и вот так гуглишь ищешь потом понимаешь что он говорит ну да короче этим прочета что здесь вот этот куратор учитель насколько бы он не пытался правильно преподавать ему это все же легко да и он просто некоторые трудные вещи выстреливает ему кажется что это легко а ты просто тупо не понимаешь эти мелкие типа остановись да чувак остановись вот чё ты сейчас ему в чате пишут подскажите что команда он пропускает да да но для него прикинь это насколько легко что он он даже не думает что ты это не знаешь мы тоже тоже когда разговариваем бывает не думаем а уже говорим да вот например или когда если кто-то другой какой-то язык бывает переключение там если ты вот это все сейчас объяснишь русские и вот переключение ты вот маме когда стоял объяснял вот эти слова я еще более менее схватываю потому что я в компьютерной движухе ну как бы да мама просто едвина слушает и думает ты вообще мой сын инопланетянин с какими-то словами очень странные что ты вообще говоришь типа объясни сынок что ты делаешь он объясняет этот да я уже тут многие вещи не совсем догоняю ну как бы в принципе да я суть понимаю потому что когда-то я учился и сам программировать просто сам по себе давным-давно как бы примерно архитектуру соображаю о чем идет речь вот а так уже сильно внедряться что там происходит уже вряд ли что один тут выучит потом перегорит потом я тоже может быть его не пойму что он вообще делает и ту и так чё легко или нелегко 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 а твое отношение как поменялось на четвертом уроке я вам скажу так вообще я такой думал типа блин нафиг она надо вот честно скажу типа нафига меня вообще папа туда отправил вот он это у всех будет кто первый раз пойдет но когда я написал свой первый код просто бланк сделать я сижу такой а я еще сто раз парился над ошибками в итоге написал хотел сдаться хотел сначала еще раздаться вот потом один такой говорит все фигня это все я пошел короче гулять я игру не пойдешь гулять победи победи вот реально говорю все башка кипит и гулять пошел а папа говорит вот встанешь когда сделаешь да когда победишь этот код тогда идешь знаете какой еще папа такой короче папа тихонечко взял так тыкнул и проверил типа я у меня просто знаете у меня мировоззрение поменялось и что дома дома да вот такая фигня и теперь как ты думаешь программировали это короче если бы тут еще сидел бы такой человек который все очень просто объяснял прям по все вы было по красоте вообще если бы он не сказала смотри варебал это такая-то штука она может соединить с ним и получится так то вот я бы вообще все понял и я сейчас пытаюсь этих спрашивать а тоже моего возраста ребята которые уже прошли это но они тоже общаются как-то типа программистические словами короче такими вот короче здесь учителя учителем тоже нужно уметь быть да он вот например тут есть учитель который записал этот вебинар но даже я сижу слушаю я понимаю что он что-то там бубнит под нос есть когда про команды какие-то говоришь например нужно их четко проговорить потому что эта команда варебал да как она называется там например вот принт варебал а он может например заживать и варебал варебал типа сделай варебал там типа брэнт там чё-нибудь такое и такой что как будто заживало и это еще не важно сказал да вот я кстати сейчас вот нашли короче такой нейросеть который ищет любую информацию который ты хочешь там чё хочешь то он сделает я вот вставляете все коды фразу тазире пишу что это такое по программистике типа он пишет например варебал это как раз что-то ну ты покажи знаете про чего говорит вы видите здесь искусственный интеллект эдвин может быть ролики будет делать про разные искусственные интеллекты он уже ими пользуется и вот этот искусственный интеллект умеет исправлять писать коды ошибки в любые вопросы вы можете задавать искусственную интеллекту и это очень умная штука короче например я понял что это вычисление там разных чисел вот но я не знал что это вот атака написал него и спросил вот int или integer этот тип данных в программировании который предоставляет целочисленное значение они могут иметь значение между некоторыми ограниченными пределами в зависимости от платформы и языка программирования int может быть объявлен как 8-битные 16 32 или 64-битные сами что это такое но до этого он вообще сказал что здесь может быть как его любая цифра какой-то будет считать например я пишу int забыл тот код короче которым я не что это int вообще это сам еще это что какой-то это действие вычислить условно так вот и говоришь int и пишешь например 4 умножить на 4 это вычисли здесь вычислить и потом например вот эту строчку написал внизу пишу print сколько открывая f и типа ваше число и пишу шайбал один вроде умножить на шейбал один это будет 16 как угольники прямоугольники что-то инопланета сказал а кто программистике до легкотня ты чё там такой детский сад рассказываешь эдвин только на начальном этапе и за полтора дня он это выучил так что я думаю что нормально для полтора дня уже знать такие вещи да и здесь я получается есть много всяких разных искусственных интеллектов у медвина на компьютере много чего уже установлено и дальше будет изучать и он уже контактируется с ним мой может что-нибудь спросить про подписчиков а если его спрашивать напиши мне песенку да писал реально про девушку прям так красиво давай знаешь что прямо сейчас про подписчиков спросим какой-нибудь стих написать напиши этот напиши стих про подписчиков канала не под подписчиков канала мысля геймец вот и в рифму вообще вот задаете какую-то задачу искусственный интеллект вам на ходу придумывает стих песню там вообще чего угодно может сделать вот давайте зачитаем в ней мы всегда находим классное развлечение каждый день можно смотреть интересные игры и фильмы и всегда найдется крутая идея для прохождения прохождения времени посмотри ты на вкус канал давай еще раз еще раз запроси тут по-разному тут надо например не напиши а просто стих по несколько раз переделать правильно задать вопрос но тут проблема одна есть это работает больше для американцев как бы на английском языке у нас есть канал и мысляги имеется наши подписчики лучше найти не могут мы всегда рады будем вам пас вас послушать ваши мысли и страсти мы постоянно почтится короче тут знаете как вы пишите на русском искусственный интеллект переводят на английский думает придумывает переводит на русский а когда происходит перевод на русский происходит как бы ошибки вот если на английском водить то искусственный интеллект четко делает вот стих про криптовалюту но это даже на русском да ну к с кодами работать четко здесь задавина он прямо справляет вот криптовалюта надеяться на будущее уже не в деньгах а в новой валюте все заключено в криптовалюте виртуальной цифровой будущее тает много прелести таит она не умрет никогда не устареет и не понадобится в банке пребывать она не против правил и законов в ней все прозрачно и красиво стих про криптовалюту да и кстати все что говорит искусственный интеллект это в едином варианте больше никто это как бы не знает так что и двинучит уроки и между делом общается но вот так вот такой вот вариант обучения сейчас нужно вот эту аттестацию сдать посмотреть если все пропустят то в принципе все этом продолжает учиться и с выпуском школы эдвин получит официальный диплом от института с энергия то что он прошел вот программирование он уже будет программистом и он уже сможет устраиваться на работу работать программистом где-то двигаться дальше я не знаю там учиться еще чему-то другому и это все вместе связать youtube программирование также блокчейн криптовалюта все в кучу даже с этим на вебинарах преподаватель говорил что типом когда он начинал заниматься программированием его главная цель это понять блокчейн а ну да он тоже в блокчейн движуха идет сейчас все в сторону блокчейн но такая и двину также направление этого держит именно в блокчейн но чтобы попасть блокчейн как бы понять вот всю эту систему там вообще намного сложнее вещи нужно хотя бы начать вообще с каких-то вещей самых примитивных при том что это конечно не самое примитивное там все будет сложнее 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 если python выучит он может создавать приложения игры веб-сайты в общем много все 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 что программируется да а потом плавненько перейдет в блокчейн движуху и можно даже работать в каких-нибудь заграничных компаниях там очень много сотрудников требуется разработчиков каких-то блокчейн особенно русских до те же метавселенные например потихонечку направление держать метавселенные там очень много всяких разных категорий кем можно куда нужно вообще с чего-то начать занырнуть двигаться а потом уже найти то что тебе нравится где много денег и вот так вот из дома зарабатывать деньги вот такие дела так что ребята у всех у вас есть такая же ровно возможность бесплатно вот зайдите попросите родителей зайти на госуслуги зайди на госуслуги просто вот набери госуслуги чтобы у всех россии у каждого человека по идее есть госуслуги мнение просто зайди на сами госуслуги вот набираете госуслуги я думаю что знаете это родителям скажите они не зачем ты убрал чуть-чуть вверх приподними и вот здесь будет пролистываться рекламка и вот здесь сейчас подожди перевод другую школу нет пролистни вот вот эта штука вот где оранжевая собачка называется код будущее будущее обучение программирования вот открой вот открываете бесплатные курсы программирования для школьников 8 11 класс популярные языки 1с python java c++ вот ну вот разные есть очное дистанционное обучение курсы длятся два года вот если вы зарегистрированы вот вы выбираете курс подаете там желание что-то вы хотите вот вам одобряет вот и все и вы обучаетесь государство оплачивает вам эту возможность офигенно пока учитесь школе можно между делом еще и программистом стать ловите момент все на этом да и подписывайтесь к этому в телегу там он в telegram будет выкладывать я уже выкладывал то что я занимаюсь этот начал заниматься программистикой программирование мирование вот ну короче всю информацию туда сразу пишу мистика программистика занимаясь мистическим программированием